Сегодня праздник Покров Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Покрова не входит в число двунадесятых праздников, то есть не принадлежит к двенадцати главным, так как события происходили уже не в годы жизни Матери Божией, но тем не менее сам праздник православии считается большим. Что нельзя делать на Покров? Как и в любой другой большой праздник, на Покров Пресвятой Богородицы есть ряд запретов. Запрещено ссориться, нельзя заниматься тяжелым трудом, стирать, убирать, резать, шить, вязать, вышивать. Не следует давать пустые обещания, это к неудаче, нельзя напиваться. На Покров также не следует предаваться унынию и грусти, положено благодарить Господа и Богородицу за все, что имеешь. Что можно делать на Покров? В этот праздник принято идти в храм, поставить свечку и помолиться. У Святой Богородицы просят об исцелении от болезней, семейном счастье и, конечно, морятся о защите от врагов и мире в стране и доме. Кроме этого, есть и другие традиции на Покров Пресвятой Богородицы. В этот день принято готовить блины и угощать ими семью и знакомых. Чем больше блинов, тем больше тепла в доме будет. Собираться с близкими за общим столом, обязательно помочь бедным и обездоленным. Считается, что щедрость в этот день вознаградится. Обычно к этому дню собирали весь урожай, заканчивали все работы на поле, в саду и огороде и устраивали широкие гуляния. С Покрова начиналась пора свадеб. В народе считалось, что незамужним девушкам в праздник следует обязательно поставить свечу в храме. Чем раньше поставишь, тем раньше замуж выйдешь. Приметы на Покров Пресвятой Богородицы. С этого дня начинаются первые холода. По его приметам судили, какой будет осень, зима и Рождество. Выпал снег на Покров, Рождество будет без снега. Теплая и солнечная погода, осень будет затяжной. Северный ветер дует к холодной зиме, южный – к теплой. Если парень с девушкой познакомятся на Покров, будут супругами. В этот день также принято идти в лес за груздями и рыжиками. После их уже не будет. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова